Воин не равен воину. Есть среди них более и менее храбрые, более и менее сильные. Царь не равен царю. Есть более и менее мудрые, отважные, добрые. И псалом не равен псалму. Есть псалмы, особенно отмеченные любовью и вниманием церкви. Так, вседневная утренняя начинается шестопсалмием, собранием шести особенных псалмов, характерных горячей молитвенной настроенностью к Богу. 37-й псалом – это второй псалом шестопсалмия. Это всецелый один крик, вопль о своей беде. «Господи, не в ярости Твоей, обличай меня, и не в огневе Твоем, наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих». Мы уже однажды говорили, что костями на языке аскетов называются помыслы. Это некий скелет души, ее мысли. Отсутствие мира в костях – это знак души, метущийся, не имеющий в своих мыслях постоянства. Помните Акафист, Божья Матерь, «бурю внутрь, имея помышлений сумнительных». Целомудренный Иосиф Сметеси. Буря внутрь сумнительных помышлений. Вот что значит «нет внутри целости, нет мира в костях моих». «Нет мира в костях, потому что грехи тяготеют над человеком. Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я сагбен и совсем по них. Весь день сету я хожу. Ибо чресла мои полны воспаления. Мне нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего». Трудно представить, что слова эти написаны не только праведником, но и величайшим Божиим любимцем, царем Давидом, славным и великим человеком. В данном псалме это вопль униженного от грехов, скорбящего и страдающего человека. Духовники часто советуют читать 37-й псалом человеку, находящемуся в крайнем стеснении. Лучших слов для изображения своей беды, для переливания своей беды в молитву мы вряд ли найдем. «Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхания мои от Тебе не утаися. Сердце мое сметись, отстави мя сила мая, свет в очи мою и той не со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишься исташа, и ближние мои, отдалечье мне исташие, нуждахуйся ищущие душу мою». По словам Афанасия Великого, в том-то и проявляется мудрость Божия и чудо псалмов, что человек, читая их, находит в них готовые слова для всякого своего состояния. 37-й псалом изливает наши всечеловеческие скорби при лицом Божьем. «Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих и того нет у меня. Друзья мои искренние отступили от язвы моей, и ближние мои вдали стоят от меня. Ищущие же душу мою ставят сети, и желающие мне зла, говорят о погибели моей и замышляют на всякий день козни. «А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. Я стал, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Известно, что в беде человеку не хочется ни с кем разговаривать и ничего слышать. Душа отвергается от внешних впечатлений, полагает человек на уста свои, руку свою, и отрекается от общения с окружающим миром. Сердце его болит в нем, и этой боли достаточно, чтобы жить молитвенной жизнью. Всякое псаломское пение, покаянное пение, приходит к признанию своих грехов. Вот и Давид говорит, «Беззаконие мое осознаю и сокрушаюсь о грехе моем». Традиционно мы говорим, что нужно знать на память 50-й и 90-й псалом. Однако, если мы часто будем ходить на богослужения, то мало-помалу выучим и шесть псалмов, избранных составляющих в шестопсалме. 37-й псалом – второй из них. Повторяю, он учит нас немалодушиться в скорби, и описывая, как бы автобиографично описывая внутреннее свое состояние, в конце концов прорывается в глубокую, всем очень нужную молитву. «Не оставь меня, Господи Божий мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи и Спасителю мой». Помощи Божией вам, братья и сестры, и в радости, и в скорби. И до встречи в саду божественных песен, в том саду, который не вянет и не перестает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова